Участие в ярмарке позволило гражданам напрямую пообщаться с работодателями, выгодно предложить свои умения и навыки. Мероприятие бастили около 50 членов семьи военнослужащих. Из-за регулярных переездов их родным зачастую сложно найти работу на новом месте. Именно для помощи в таких случаях было организовано это мероприятие. Мы проводим уже вторую ярмарку вакансий, призванную для помочь данной категории женам военнослужащих и работодателям найти друг друга, посмотреть какие есть у нас вакантные места. Мы хотим по итогам работы уже некоторое количество уже трудоустроить. То есть у нас есть работодатели, у которых есть вакантные места. Супруга Анны Анохина перевелся в Дагестан еще два года назад. Там у женщины была работа, которую пришлось оставить. Детей в республике уже определила в школу. Теперь надо найти занятия и для себя, говорит Анна. Конечно, хотелось бы больше таких удаленных должностей, потому что очень много мам в декрете, которые хотят работать. Которые, допустим, дети младше трех лет, но нет возможности отдать детский сад или в ясли, что здесь проблематично в Дагестане, что удивительно. И хотелось бы, чтобы более гибкие были работодатели. Больше предложений, чтобы в этом плане было. По образованию я экономист, но всегда хотелось бы двигаться куда-то больше. У многих женщин, пришедших на ярмарку, маленькие дети. Поэтому условия труда и выбор профессии самые разнообразные. Так соискатели смогут вернуться к своей профессии или уже освоить новую. По факту мы сегодня собрали около 20 резюме, которые в течение, наверное, недели-двух мы сможем помочь с трудоустройством, потому что в нашем центре 100% трудоустройство. Если вы, специалисты, знаете свое дело, мы поможем вам с трудоустройством. Трудоустройства у нас бесплатные, независимо от того, это жены военнослужащих или нет. Отметим, что это уже вторая ярмарка вакансий для семей военнослужащих Каспийской флотилии. Проводить их планируют регулярно. Ведь, как показал опыт первой, и работодатели, и соискатели имеют к ним интерес.